МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я закончил 10-й класс и попал в компанию, это было в лесу, как сейчас помню, это было в пенелагере ночью, и вот меня в 82-м году, далеком 82-м, не в 86-м, как пишут википедии, некто там, Камыдов создал эту мальфию, а это было в далеком 82-м году. Не присутствующий здесь мой близкий друг позвал меня в компанию, в компанию, где играли мальфию. Мы провели ночь бурно, играли мальфию до утра, кричали, мальфия, конечно, была ничем не похожа на то, чем мы занимаемся здесь, а вот то, чем мы занимаемся здесь, началось ровно 10 лет назад. Вернее, 10 лет и 2 недели. Прошло именно 2 недели, потому что первое мероприятие и знакомство с этой игрой проходило 27 февраля 2005 года. На эту вечеринку, я вам расскажу, как это все было и свои ощущения, я пригласил своих близких друзей, у меня их много, было человек 120 на этой вечеринке, и для того, чтобы эта игра состоялась, мои друзья, которые меня учили играть в эту игру и познакомили, они все очень грязные, каждый очень самолюбивый, вот не надо так делать, я говорю, нет, давайте вот будем делать так, как я вам буду, будем играть так, 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 так. Садится столбик, тысяч человек, строгая достатка, ну, вот именно так мы сейчас говорим. 2 недели мы приходили, подготовились к презентации, и вот чтобы эта игра получилась первый раз, есть здесь один человек, который вот пришел и увидел эту презентацию, по-моему, на эту вечеринку, купала госпожа Тэнди совершенно случайно, она была в этом ресторане, на этажниже, и вот она пришла, увидела, как это происходит, и влюбилась, и до сегодняшнего дня она с нами в этой игре. Вот так начиналось движение, вернее, не движение, это была первая игра, презентация, и вечеринка пришла на ура, было три показательных игры, людям очень понравилось, но потом надо было, чтобы это продолжалось. И у меня был самый большой эстрад в душе, что я назначил заседание через, там, три дня, в среду, и что в среду никто не придет. Ну, когда приду я, вот, не вечеринка, в этом же месте, мы договорились в ресторане, это было в Мандарин-Плассе, на последнем этаже, красивое место, но пришло 40 человек. И вот эти вот 40 человек, которые пришли, а потом в мафии это было нечто особенное. У нас были правила, три года мы были единственными на территории Украины, на территории Кима, нигде никто больше в мафию не играл, играли только в этом месте. И когда ресторан назывался «Аранжерея», не знаю, кто-то знает, кто-то не знает, там три этажа, и на самом верхнем этаже есть такой стеклянный зал, и прямо как под куполом неба, и мы собирались в этом зале и играли в эту игру. Правила были таковыне, что в этом году могли участвовать только члены клуба, а новички могли только смотреть. Так вот у нас было 30-40-50 членов клуба, которые играли и ждали в своей очереди, всего лишь было 5-6 игр, а человек еще 30-40 просто смотрел, а зрители, было человек 70-80 на каждом сценарии, и все наобменали за играми. И так продолжалось период. Но шли годы, летели, и в мафия движения влилось очень много коллективов. Подтянулась Одесса, подтянулся Львов, открыли мафия-клуб в Медлинистом, благодаря стараниям нашему любимого Роберта. Он со студенческой мафией, он поехал открывать, у него был студенческий клуб, назвался «Наследие», а потом у него в Медлинистской открывали. Потом открылись мафии клубы в Запорожье, Мартовский фонд открывал, мы его помогали, он чем могли, даже стол игровой туда ему передали, и вот он не без средств. Потом он этот стол игровой вез в Запорожье, этот легендарный стол, он существует, он есть, мы в Мафия-клубе играем за этим легендарным столом. Вот так вот прошло, и мы с тобой превратились, потом подтянулась в другие города, другие страны, играет сейчас практически весь мир. И вот сегодня мы здесь собрались, сейчас очень легко уже собирать чемпионаты, очень высокий уровень игры. Меня радует, были такие чемпионаты, когда люди не умели играть, и было очень много критики в мой адрес, как за игровой стол могут попадать люди с разными уровнями игры. Но я всегда говорю, что вот этот чемпионат, Мафия Team Sports Championship, его можно назвать по-другому, его можно назвать фестиваль Мафии. Но сегодня на этом чемпионате заявляются команды, команды мы контролировать не можем, и принцип такой, чтобы люди, которые с меньшим опыта, набирались опыта более опытных игроков. И чтобы у опыта игроков была всегда интрига за столом, для того, чтобы игры для вас были интересные, и надо было с криком переубеждать игроков, и доказывать, чтобы вы развивали те качества, которые у вас есть на убеждении. Поэтому у каждого чемпионата свои цели и задачи. Я хочу, чтобы вы посмотрели и вернулись назад в прошлое, как это было. Вот этот клик и эту презентацию готовила госпожа Павнела Андреса. Для меня это тоже сюрприз. Я не видел, что она приготовила. Я буду сейчас смотреть вместе с вами на ретроспективу, как это все было, как это происходило 10 лет. Она начинала самые интересные моменты. Я пишу ваше внимание на экран, как это начиналось, как это было. Жаль, який так нестарпно вабить. Неординарную мысль позволю себе высказать, безусловно. Примерно так же во время просмотра фильма «Семнадцать дневни весны» преступность упала, все смотрели телевизор. Также и истинные члены мафиозных кланов настоящих, если они будут играть в нашу игру, они будут меньше заниматься преступлениями, а больше будут самосовершенствоваться. И, наверное, все-таки где-то становиться лучше. Единственное, о чем, сожалею, предбавится меньше работы адвокатом. Я предлагаю своим соратникам-мафиози убить этой ночью Власенко, не трогая шерифа. А потом замочить шерифа. Власенко мешает больше всех. Спасибо! Это еще только берегитесь, еще все впереди. Кто-то поврет за этим столом, я имею в виду в переносном смысле, но игра это всегда немножко повторение жизни. Джорни сыпется по первому... Ну что вы думали? Что вы думали? Игрок номер 9. Давайте, покидайте игровой зал. Мне мафия очень многое дала. Она научила меня, наверное, быть более общительной. Научила врать. В Мельницкий мы приезжаем первый раз в Украину, мы приезжаем уже четвертый, пятый, я уже не помню. Браво! Чемпионы Шмельницкого от этого турнира! Браво! Мы боролись, старались и... Самое главное в мафии, мне кажется, это играть с легкостью. Опустилась ночь, город уснул. Наступило утро, утро наступило. Я красный. Нет, играйте со мной, ничего не будешь. Понятно, что надо быть в Мельницкий игроку номер 4, он только вернулся из Чикаго, нам бы набраться тому опыта, и по просыпанию он мне очень понравился. Время, тогда ты дашь мне точную оценку, когда лицом поставишь в стену. Спасибо. Кавалер, который по левую сторону меня, используя все правильные законы этикетов, ухаживает по даме, которая справа. И не могу даже обидеться. Но он приставал не только днем, а и ночью подал за коленку. Я его не видела, а когда объявили, что мафия что-то делает, он и не стал трогать мою коленку, поэтому не полагаю, что он мафия. Ирок номер 4. Вы вздумайте свою вещь, вы предлагаете никого не выставлять, и пусть мафия ночью стреляет. Да какой вы красный игрок? Даже если вы красный игрок, то вам вообще не место за этим столом. Я прошу прощения. Доброе утро, город. Меня зовут Лейла, я мирный житель. 21 год, не замужем. Доброе утро, город. Мы игровой анек Латвии, но как можно было не заметить ничего по просыпанию. Сидит шестерка, у которого мы вставили кол в одно место, и который сидит так с самого начала круга, и не поворачивается никуда. Вот так сидит и смотрит только одними зрачками на людей. У человека расслабленная грудная клетка, у него тембр голоса очень вибрирует. Это для меня очень по-красному. Скорее всего, это человек под номером 10. Почему? Потому что, ну... Тогда я ничего не понял. Уход девятки меня окрасняет вообще, как кремлевские звезды. Да хоть папу Римского проверяйте. Давайте разберемся конкретно уже по логике. Даже если за этим столом три шерифа, то все они должны остаться за этим столом, а 10 должен уходить моментально отсюда. Просто вы довольно как слон тут сидите. Вы должны уйти отсюда. Но из его команды ушло. Да я не знаю, цвета! Чего вы мне предъявляете? У меня три мафа! Ля! Игром! О, него просладываются! А-а-а! Все вспотели! Да, ребята, демократы, только чай! Время пошло! Последнюю рюкту не видят красные игры. А-а-а! Я прошу, вы не можете сграваться! А-а-а! Почел! А-а-а! 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 А-а! А-а-а! А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И наконец-то я прошу сюда подняться команду... Дайте мне, пожалуйста, дипломы... Команду победителя, победителя чемпионата Ооооо, бравых молодых людей Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Трое из вас, трое из вас получат приз, сертификат и смогут бижутерия женская, чтобы вы просто понимали. Во всех командах, во всех командах присутствует хотя бы одна женщина. Единственная команда, где было четверо мужчин и не было ни одной девушки, кроме одной, там еще одна команда была. Это были четыре прекрасных парня. Но у этих парней есть девушки. Молодые, красивые. И то, что они могут своим умом заработать красивый подарок, ювелирный. Вот они сделают подарки своим же девушкам. Трое из вас, те, которые четвертое, третье и второе место, получат сертификаты. А господин Лосков, он получит колье-ожерелье для своей любимой. Я прошу вас вручить им эти подарки. Вы знаете, где что? Нет, ему ожерелье. Он номер один, да. Покажите, пожалуйста, ожерелье. Оно красивое, великолепное, очень ценное. И фотографию с этим ожерельем сделаешь. А вы сможете в магазине, он находится здесь, в Кримтауне, приобрести для ваших девушек хорошие, замечательные подарки. Ну, дело в том, что Биг Бен тоже подготовил подарки. Я никому об этом не говорил. Я решил, что вообще это будет и для Биг Бена тоже, для наших игроков тоже будет удивлением. Подарки у нас такие. Я решил долго не думать. Вообще уже давно очень ни на какие дни рождения, ни на какие свадьбы и любые другие юбилеи ничего не дарю. Кроме денег. Я думаю, что в Биг Бен завоевал первое место, что особенно приятно. Во-вторых, и в команде, которая заняла второе место, нет, третье место, очень много игроков, которые, практически все, которые ходят сюда к нам играть, это тоже фактически Биг Бен, только сам по себе. И, ну, вообще, на самом деле, сейчас уже очень сложно определить, где какой клуб. Потому что все настолько пересеклось, там, играл человек за Спартак, потом стал играть за Динамо. Там, играла Бомэла в мафия-клубе, потом пришла играть к нам, потом сбежала на вольные хлеба. Вот, в индивидуальном зачете Тедди и Лоску завоевали, это тоже наши. Поэтому, на самом деле, все наши. Но не все победители. Я хочу сказать, что поэтому мы в будний день праздновать не будем. Мы, с меня жбан самогона, который мы в следующую пятницу разобьем так, чтобы, ну, подольше посидеть, поиграть. Приглашаем всех, тех, кто ходил к нам, тех, кто не ходил к нам. И мы вручим наши призы. Вот тогда, когда мы будем пьянцевать. Это вот в следующую пятницу. Значит, я думаю, что таким образом каждый игрок, занявший первое место, получит 3000 гривен, второе место – 2000 гривен, третье место – 2000 гривен. И в индивидуальном зачете то же самое. Это бы в следующую пятницу как раз... Карма! Карма! Спасибо. Годится, отлично. Это уже пример того, как можно своим умом зарабатывать деньги. И это хорошо, приятно, и я уверен, что это всегда должно быть наше любимое занятие, должно быть вознаграждено. То, чем мы занимаемся и то, что мы делаем, и делаем это хорошо, и зарабатываем этим на жизнь. Дамы и господа, спасибо всем большое. Чемпионат завершен. Десятилетия от праздного дня! Десятилетия от праздного дня! Десятилетия от праздного дня!